Всем привет, я сейчас покупалась и сейчас хочу сделать себе педикюр, вот, будем вместе собрать. Сейчас вас тут поставлю так красивенько ловнуть, ладно, что мы упали. У меня вот такой вот есть наборчик, специальный для ловикюрчика, сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, я вам уже какой он не показывала, но если кто не видел, такой вот наборчик, сейчас поближе покажу. Вот, смотрите, из чего состоит наборчик, тут такая вот пилочка, ножницы, пинцет для кутикул, это тоже для кутикул, и это тоже ногтик, это мне бабушка дарила, Ну, кто помнит, тот помнит, сейчас буду делать педикюрчика. Я тут еще параллельно сушу волосы, вот, чтобы они по-быстренькому высохли сегодня у нас пятница, и завтра будем готовить пасочки, это тоже будет все в этом блоге. Первое, беру должнички, сейчас буду делать педикюрчика. Как я буду делать пасочки, я решила показывать в ютубе, а не в инстаграме, поэтому будете смотреть в них до конца, и увидите, как я делаю пасочки. Еще будем яйца варить, так же точно. В общем, кстати, страничку я вам так и записала, у меня все получилось, время я нашла, и все вам записала. Вы спросите, для чего я показывала вам вообще в целом этот наборчик, было очень много комментариев по нему, и если я его найду в интернете, то я вам его где-нибудь прикреплю, может быть, там, когда показывала, вот, вот, вот здесь, я чуть волоса не обрезала. В общем, не знаю, где-нибудь я вам его покажу, думаю, где-нибудь здесь, скорее всего, где-то появится. Если я его найду, если я его не найду, то я его не найду, потому что бабушка по-любому была не в интернете, а в оффлайн-магазине, вот так. Все, одна нога готова, теперь иду дальше. Уроки я все сделала, поэтому теперь могу спокойно отдыхать. Уроки сделала даже на понедельник, единственное, что это мы прислали украинский язык, вот, не знаю, тогда уже мы были присутствовать самостоятельно, скорее всего, я ее буду делать завтра, если пришлют, а если не пришлют, то не пришлют. То значит, так надо. Поэтому. Все, мой пятикюр готовый, вложу ножнички и такой наборчик у меня. Ему уже, кстати, два года, я не помню, где вы ели, я не говорю, что ему два года, по-моему, не говорила. В общем, ну, он до сих пор не поржавел, у меня еще было все лучше. Вот, в общем, в такой форме, прикольный взгляд. В общем, все, всем, до завтра, всем, всем до завтра. Всем привет, ребята, доброе утро. Сегодня настал день, когда мы будем печь в Паске. Я, например, давно проснулась, сейчас уже умылась, покушаю и, наверное, будем готовить. Потому что им нужно очень-очень много времени, очень много внимания им нужно, поэтому будем готовить. Вот, а я не знаю, где я выложу, возможно, здесь, возможно, я выложу в инстаграме, короче, я еще попробую. Если что, я вас предупрежу, где он будет, возможно, я в телеграме. Я, например, не знаю, как я, 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 я Так, ребят, я сейчас иду выносить мусор. Мусор. И вот такие новенькие кроссовки. Я, по-моему, вообще не показывала. Сейчас покажу. В общем, они вот такие вот у меня. Очень легкие. Тут что-то написано с борт. Прямо такие кроссовочки у меня. Иду сейчас выносить мусор. Пока подходит тесто. Пока, ну, короче, все вот это вот. Я немножко поснимала, но рецепт, в общем, будет не в Инстаграме, не в Ютубе, а в Телеграме. Так я решила. Значит, так будет. Вот, немножечко мы подснимаем. Я уже на втором. Что-то подумала. Погода в Санкт-Петербурге. Смотрите, кстати. Хотела вам давно показать цветочки. Тут вода стоит, скорее всего, поливать их. Смотрите, какие красивенькие. А я иду дальше. Сейчас глянем, что у нас за погода. Я уже на втором. Что-то подумала. Погода в Санкт-Петербурге, кстати. Хотела вам давно показать цветочки. Тут вода стоит, скорее всего, поливать их. Смотрите, какие красивенькие. А я иду дальше. Мне подняли очень красивые. Очень-очень. Очень. Деревые. Дорогие. 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 Что я вам слишком мало себя показываю. Поэтому вы будете смотреть теперь. У меня и конкурсы телевого дела. Но там ветер, конечно. Когда я шла туда, было нормально. Когда шла уже назад, то был очень зимний ветер. Поэтому я ничего не снимала. Мне бы даже не было слышно. Продолжение следует. 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 Ребята, вот такая вот у нас сегодня погода. Родители сейчас пошли в магазин. А я вам немножечко сейчас поснимаю. Сделала только что обложку для видео. Немножечко заморочилась. Там прикольно получилось. Но почему-то она у меня не сохраняется. Но, тем не менее, она почему-то не сохранилась. Я надеюсь, что она сохранится. Я сейчас жду. Я сейчас жду, пока она сохранится. Но она пока не сохраняется. Но я очень надеюсь, что она сохранится. Если она не сохранится, то я просто сделаю по-другому. Пока что не скажу, как. Если это подействует, то я поделюсь лайфхаком. Но, возможно, она и так сохранится. Вот, в общем, что нам еще сегодня нужно сделать. Это покрасить яйца. И вечером мы еще запечем в духовке мясо. Вот. Мы будем запекать мясо свинину. Куском целым. Вот. А потом еще будем крылышки. Но, скорее всего, завтра-завтра же Пасха. Поэтому, скорее всего, не сегодня. Самое главное, это, конечно же, вот эти вот пасочки. Вот это мы поставили в отдельной тарелочке. И тут еще положим яички. Такие, чтобы, знаете, для фотографии. Вот. Я надеюсь, получится нормально. Поэтому яйца мы будем красить по-обычному. В луковой шелухе, короче. Вот. А вот эти маленькие для меня, потому что я большие не ем. И они вот прям вообще мили-мили-мили-мили. Еще, конечно, не пробовали. Не знаю, что получилось. Когда попробуем, я вам скажу. Ну, в общем, вот такие вот. Они тоже будут на обложке. Смотрите, какие тут разные. Пересыпочки и кружочками, и палочками, и сердечками, и звездочками разные. В общем, как-то так. Гляну, что там у меня с обложкой. Вот. А потом буду... Многие просили сделать отзыв по этому веничку. Я делаю отзыв. Сейчас я сяду и расскажу. Я попытаюсь найти еще один венчик. Вот он. Который я и расскажу, чем плюсы, чем минусы. В общем, сейчас я вам все расскажу. Ставлю камеру. Вот так. Все. В общем, смотрите. Вот этот венчик. И вот этот венчик. Но сразу видно разницу, да? Во-первых, он меньше. Вот этот вот венчик, чем вот этот. И вот этот намного лучше. Сразу вот этому я даю 10. А вот этому я даю, ну, 7 где-то. Ну, 6-7. Больше я реально не могу дать. Даже я бы сказала, половину я даю, чем вот этот. Плюсы, это что вот это вот все. А, единственный минус есть. Наверное, я вам сейчас позже его скажу. В общем, вот это вот все. Это силикон. Вот только тут ручка железная. Вот это все силиконовое. И плюс, очень огромный плюс. Классно отмывается. То есть на этом очень сложно отмыть. Если бы... Ну, и видите формы другого. Вот этот вот так вот идет он. А вот этот, ну, типа... Вот этот у нас был дома. Но он остался дома. А вот эти два мы купили здесь. Вот этот мы купили изначально. И, кстати, этот стоил дороже. Я не знаю, сколько стоил вот это. Потому что мне его подарили. Я не знаю, сколько. Вот этот дороже был. Вот этот был дешевле. Но вот этот намного лучше. Поэтому я вам даю совет. Если вы что-то видите дороже, вот дороже, вот дешевле. То не факт, что вот это вот дороже будет намного лучше, чем того, что дешевле. Понимаете? То есть вот такой вот мой совет. Я уже не раз в этом в жизни убеждаюсь. Если вдруг у вас вот будет выбор, то, конечно, смотрите на качество. Потому что чаще всего, конечно же, бывает то, что дороже оно лучше. То, что дешевле, это не... Это вы понимаете, что. Вот. И, ну, короче, просто смотрите на качество. Поэтому как бы видно, да? Но, честно говоря, вот если посмотреть по виду, то я бы сказала, вот этот дороже выглядит. Этот дешевле выглядит. Но я не знала то, что мне подарят венчик. Потому что мне его подарили на день рождения. Но не только венчик, там был полный набор. А вот этот мы купили, когда только приехали. Это через две недели. Потому что я готовила блинчики. А ложкой сбивание не очень было. Вот это первый раз, когда мне понадобился. И, кстати, вот это был первый и последний раз, когда я его использовала. Этот я убираю, потому что, в принципе, тут и так все понятно, да? В принципе, если нет абсолютно никаких вариантов, то этим можно пользоваться. Если вообще нет никаких вариантов. Но так как у меня есть вот этот, то, ну, просто. Но, что хочу сказать. Если бы этот венчик был чисто, вот такой вот, без проволочки внутри. Он тут проволочка внутри, но силиконом покрыта. То вот такой бы штуки не случилось. Вот, видите? Немножечко слез. И вот тут немножечко лопнул. Видите, вот. Но это минус. Не минус. Он вообще ничем не влияет, честно говоря. Ну, абсолютно ничем реально не влияет. Просто, ну, я не знаю. Реально ничем не влияет. Он хуже не стал. И, ну, как бы... Тут еще криво осталось. Все, я надеюсь, вы поняли, что я хотела вам донести. И будете тщательнее выбирать. Но рекомендую я однозначно вот этот, не вот этот. Ребята, это получилось. И обложка сохранилась. В общем, теперь на этом ролике, на этом влоге будет просто... Такая обложка. Это просто прям... Ну, вообще. Это прям вообще. Вот. И что хочу сказать. Давайте немножечко пройдусь по тому, что у меня вообще произошло за неделю. Потому что целую неделю я влог не снимала. Погнали. У меня очень много новостей. Потому что пришла целая неделя. И за эту неделю у меня столько всего приключилось. Вообще, сейчас я вам буду все рассказывать. Ну, во-первых, начнем с самого грустного. То, что всю эту неделю я училась. Это грустно. Потому что, если бы я не училась, то за эту неделю я бы намного-намного больше всего успела. Вот. Но я все равно намного больше всего успела. И если бы не одно дело, я вам сейчас его позже расскажу, то я бы успевала еще и снимать видеоблоги на YouTube. Но не выходило у меня. Поэтому сейчас я вам все расскажу. Ну, во-первых, да. Начинаем с грустного. То, что я все это время училась. Делала уроки. Писала контрольные, самостоятельные, домашние. Упражнения, наверное. Короче, вы поняли. И еще я теперь активно веду свой TikTok. Вот прям я каждый день выкладываю туда по 1-2 видео. То есть каждый день по-любому туда выходит 1-2 видео. Прямо 100%. Одно видео это 100%. Два это, ну, вот 80%. Ну и так меньше-меньше, меньше-меньше. Вот. Потом следующий вопрос. Сейчас отвечу на вопрос. Меня многие спрашивали, будет ли у нас выходные на Пасху. Нет, ребят, на Пасху у нас выходных не будет. Сейчас у нас суббота. Завтра воскресенье выходной. А понедельник мы учимся. Вот. Поэтому выходных у нас не будет. Мы учимся. Выходные отменили. Я надеюсь их потом вернуть нам. Новость я вам рассказала. Это то, что теперь я веду активно. TikTok, Telegram, Instagram и YouTube. Вот. Все. Дальше, что я делаю. Из необычного. То, что мы всю эту неделю с Настей делали уроки вместе. Она мне, кстати, в чем-то помогала. Я, например, не сильно люблю рисовать. Она любит рисовать. Поэтому она мне рисовала рисунок. И еще она мне помогала с геометрией. Вы сейчас подумаете, что я ничего ей не помогала. Нет, я ей тоже помогала. Я ей писала. Пока помогала писать стихотворения. Сама придумала и своих мозгов брала. Ни из ГДЗ, ни из интернета. Нет. Сама. Вот. Сама, в общем, придумывала все. Вот так. Для того, чтобы рассказать вам эту новость, мне нужен телефон. Потому что тут я сейчас кое-что включу. Что, в принципе, будет понятно, что я вам хочу рассказать. Я, конечно, не люблю держать интриги. Но мне просто немного переживаю. Это, кстати, первый, наверное, раз, когда я, в принципе, переживаю о чем-то вам сказать в своем блоге. Пока у меня сейчас грузится это что-то, над чем я работала больше недели. Я намного больше недели работала. Просто эту неделю я прям готовилась вам об этом рассказать. В инстаграме я еще об этом не рассказала. Но они узнают раньше, чем вы. Потому что я вам-то скажу раньше. Но выйдет этот влог только завтра утром. То есть на Пасху утром. Вот. Поэтому... То есть в инстаграме узнают раньше. Потому что там как бы все минута в минуту. Вот. А здесь как бы идет не минута в минуту. И этот влог выйдет только завтра. Но как бы я не старалась, он выйдет только завтра. Я уже включаю это что-то. И вам сейчас будет все показать. Сделал я вам я сделала опрос в инстаграме. Я написала эту... Я написала пять идей. И чтобы выбрали вообще, правильное, неправильное. Мне интересно, что люди думают. Что это такое. Просто все это расскажу. И все. На фоне там пасочки такие прикольные стоят. Вообще прям фон просто охотный. В принципе, это все связано с тем, что я вас к этому готовила на самом деле. Я вам рассказывала целую неделю про блог. Самые основные. Такие всякие штучки. Но, как говорится, до подводных камней я не доходила. В общем, я теперь буду вести патреон. Это такой сайт. Сейчас я вам покажу. Это такой сайт, в котором я буду вести все. Буду, короче, рассказывать про ютуб, про инстаграм. Плюсы-минусы мой опыт. Полностью будет весь мой опыт. Вот. И изначально я думала... В общем, это будет как такой мини-курс. Да, знаете, такой мини-курс. Я расскажу все свои знания. На самом деле я уже готовлюсь. Там будут публикации. Там будут аудиофайлы. Там будут иногда и видео. Вот. Поэтому вот так. Это был реально первый раз, когда я немножечко волновалась. Но это я не сильно волнуюсь. Потому что я знаю то, что многие меня об этом просили давно. Я подумала, ну почему бы и нет. Вот мне, я хочу поделиться своими знаниями, своим опытом. А опыта у меня за 4 года, на секундочку, очень даже много. Чтобы он кому-то приносил пользу. И кто-то, возможно, решился вести блог. Я вам скажу одно. То, что с этого курса вы не уйдете, пока вы не решите все свои вопросы. Не зададите мне все свои вопросы, на которые я вам смогу ответить. Вот. Вы сможете там задавать вопросы. Все, все. Я вам сейчас покажу, как это работает. Мне просто надо перевернуть камеру. Там будет намного-намного удобнее. Ссылочку на патреон я оставлю в описании под этим видео. На самом деле смогла бы вам рассказать об этом и раньше. Когда я еще все это готовила. Все только начиналось, да. Но я хотела рассказать об этом именно на Пасху. Сейчас, конечно, еще не Пасха, но завтра будет Пасха. И когда вы увидите уже этот влог, то это уже будет Пасха. Так что всех с Пасхой, да. Так, ребят, я вам сейчас хочу, конечно же, показать, как это все работает. Что это, сколько это стоит и так далее. В общем, вот. Как это сказать? Моя страничка. Вот эта вот ссылочка будет под этим видео. Вот тут, конечно же, все есть. Вот, самое обычное. Это 5 долларов в месяц. Еще раз говорю, в месяц. Тут будет полностью вся информация. Каждую неделю будут выходить новые аудиозаписи. И один раз тоже в неделю будет выходить две публикации. То есть две публикации в одну неделю и одно аудио. Вот так. Видео будет выходить раз в две недели. Вот, поэтому все будет просто. Это 10 долларов. И 20 долларов. В общем, все. На самом деле не хочу здесь очень много про это говорить. Потому что я знаю, что есть люди, которым это неинтересно. Я не хочу им просто этим забивать голову. Поэтому я, скорее всего, немножечко позже создам телеграм-канал. Я вам здесь про нем обязательно все скажу. И ссылочку оставлю под следующим влогом. Это я не знаю, когда я вам расскажу. Это мне надо создать и так далее. Поэтому сейчас просто оставляю ссылочку на патреон. Вот. И вы просто переходите. Кому интересно, сразу говорю. Кому неинтересно вообще тема блогинга, просто не переходите. Я никого не заставляю. Это лично ваше решение. И это лично мое решение. То, что я создала патреон. Вот. В общем, все, ребят. Я, наверное, за сегодня заканчиваю влог. В общем, всех поздравляю с Паской. Всем желаю хорошо ее отметить. И чтобы у вас получились вкусные Паски. Свои я еще не пробовала. Вот. Как попробую, в следующем влоге уже вам расскажу впечатление. В общем, все, ребят. Всем пока-пока. А я пошла. Мне сейчас еще надо записать. Короче. Короче, все. И реально я не буду в Ютубе забивать этим вам голову. И просто сделаю телеграм-канал. Но я вам сообщу обязательно о нем. Потому что люди же не будут знать, куда подключаться. В общем, все. Все. Всем на сегодня. Пока-пока. Ребята, это, оказывается, еще не конец влога. Я так подумала. Блин, а почему конец влога? Я целую неделю не снимала вам влоги. И сегодня, тем более, что мне больше ничего делать не надо. Единственное, что я сегодня еще позанимаюсь немножечко английским языком. Дополнительным онлайн. И все. В принципе, мне сегодня больше ничего делать не надо. Реально. Я просто сейчас буду целый день втыкать в телефон. Я, конечно, буду работать. Но все же, почему бы не снять вам влог? Это все-таки тоже мое хобби. Что я сейчас планирую делать? Сейчас я планирую сохранить какие-нибудь прикольные картиночки, чтобы красивенько поздравить Настю там. И всяких знакомых. В общем, друзей, родных и так далее. И плюс в Инстаграме еще подписчиков поздравить. В Телеграме, в ТикТоке. Я хочу всех по-разному поздравить, потому что это будет немножечко некрасиво, если я поздравлю всех одной картинкой. Еще один факт обо мне, то что я никогда не поздравляю всех. Даже если вот у меня там бабушка Настя, крестная там, крестный вот всех, да, то я не поздравляю их одной картинкой. То есть мне как минимум нужно найти 30 картинок. Как минимум, реально. Поэтому сейчас буду искать, скорее всего, в Пинтерест. Потому что там они очень красивые, очень яркие. А Google как-то, кстати, испортился немного. Не знаю. Вот по урокам там очень хорошо искать переводчик. Там всякие. Такое всякое. Вот. А именно искать какие-то прикольные либо обои на телефон, либо на планшете, либо куда-либо. Либо какие-то там для челленджей, для каких-то. То есть не очень. Сейчас я хочу это сделать вместе с вами. У меня, кстати, новая обложечка. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите, какая красивенькая вот такая вот. В общем, что-то у меня не грузит сейчас Пинтерест. И я решила, я зашла в Google. Тут реально такие прям классные, блин, ну не видно. Такие прям классные открыточки всякие. Смотрите, вот я вам сейчас покажу. Первая открытка у меня готова. Вот такая вот она будет. Смотрите, какая красивенькая прям. Такая пасочка красивая, яйца красивые. В общем, мне она нравится. Первая открытка готова. Так, сейчас мы ее сохраним. Все, сохранена. Так, какую-нибудь еще. Нашла я еще одну открыточку. Это уже успех. Это уже две открытки. Это уже реальный успех. Смотрите, какая еще прям красивая. Мне она прям так понравилась. Наверное, это самая из моих любимых будет. Сейчас просто такую открытку красивую нашла. Такие зайчики, знаете, красивая надпись. Все красивенько сделано. И это уже была предпоследняя открытка. Я уже все бы сохраняла. Просто я вам не прям все показывала. Вот, потому что это было бы очень долго и очень, очень-очень. Блин, она не сохраняется. Ну, что это такое? Отмена. Отменить. Ладно, пишет, да, шибко скачиваем. Так, ребят, сейчас буду пить чайок. И мы уже покрасили яйцами. Сейчас я вам покажу получше. Вот, смотрите, какие красивенькие вышли. Вот, красили мы просто обычный. А, в шелухе. Вот такие, какие красивые. Такие вышли вообще я не могу. Вообще, ну, такие. Немножечко есть посветлее. Ну, красивенько. В общем, ребята, тут сейчас мясо запекается. Я вам уже рассказывала, что мы будем сегодня мясо запекать. Вот, и я вам там столько тиктоков наснимала. Я не знаю, на меня или нет, но у меня там столько тиктоков наснимала. Буду сейчас-то все монтировать. И потом вам не заставлять. В общем, все. Всем до завтра. Хотя мы завтра у меня выходим. В общем, всем до следующего. Пока.